Меня зовут Илья, я иной картаголик. Сегодня я расскажу про одно из своих увлечений. Ну, то есть увлечение у меня примерно одно, это OpenStreetMap. Здесь все знают про OpenStreetMap. И участие в этом проекте, оно немного сродни коллекционированию. То есть никогда не знаешь, с чем начнется коллекционирование. То есть, может быть, эта женщина купила одну куклу, потом вторую и поняла свое предназначение в жизни. Точно так же и с картами. Нарисуешь один домик, другой и вяжешь несколько лет. И это у всех появляется по-разному. Вот один из примеров, собственно, я покажу. Пару лет назад я переехал в Москву и жил, как казалось, на берегу реки. По этой карте не сразу понятно, почему я считаю, что я живу на берегу реки. Вот, и примерно с год я жил, тоже об этом даже не подозревал. Но потом как-то решил пройти мимо гаражей, ну, как обычно у меня здесь дорога на бульвар, там, мимо стройки, через гаражи, там, мимо помойки. И я люблю очень короткие маршруты. По крыше бегал? Еще нет. Это для Питера. Да, вот. И в определенный момент я услышал журчание воды, подошел и обнаружил... Не думайся об этом. Обнаружил, что там течет река, которая выглядит примерно вот так. Вот. Это вся длина реки, это фотография со второй трубой. То есть она течет от этой трубы. Так, так, так и так. Вот. Всего 50 метров, но суть в том, что это река. То есть я теперь мог говорить, что вот от меня там 300 метров можно дойти до реки, посеять на берегу. Ну, предварительно расчистив. Ну, ловите крану. Слава богу, нет. Ну, садят. Да, я очень был осторожен. Вот. Это река Хадынка. В анонсе в фейсбуке я писал, что по пути от метро сюда вы как раз пересекали эту реку. То есть на самом деле это очень длинная река, просто она почти вся целиком течет в трубах. То есть влечение от этого небольшого участка и там еще одного. Вот. Начинается где-то из Тимирянского парка, там труба-труба, там пересекает Ленинград, и здесь выходит, и идет дальше, что-то здесь. Вот. То есть вы, наверное, слышали Хадынское поле, вот оно названо, по сути, по этой реке. Или наоборот. Вот. Ну, я порадовался, зашел по стритмэр, немножко там отрисовал, сейчас переношел, потому что в опустот-стритмэр не было этого кусочка. Вот. Я очень удивился. Вот. Дорисовал и забыл об этом. Прошло еще где-то с год, вот, и я обнаружил себя внезапно опять, наткнулся на Википедии в статью про какую-то подземную реку, Чура, по-моему, и обнаружил там маршрут ее подхождения. И залез в опустот-стритмэр и от нечего делать начал ее рисовать. Что-то такое река Чура. Здесь есть изнецгиса люди, да? Есть. Я знаю, к минимуму двух. Мы там плаваем на работу каждый день. Ну да, но в том числе, что когда вы едете от метро Академическое, вот там вот, проходите Роснан, и там такой зеленый пояс, это бывшее русло, вот такие чуры. Вот. Сейчас она течет там под землей. Вот. Но все просчитывается. То есть вы сначала спускаетесь, потом поднимаетесь. И вот эта вот из гиперсности, это вот бывшая русло реки. Вот. Она ни одного сантиметра не течет по поверхности, вот, но по косвым привыкам можно найти примерно, как она проходит. И вот она вот так проходит и впадает там. Вот. И поскольку я был в Википедии, то вы знаете, как происходит посещение Википедии. Тыкайте на еще одну ссылку, еще две открываете в фоне вкладках, прочитываете там, и... Через полчаса у вас пятьдесят вкладок, вы не знаете, что делать. Вот. И примерно таким образом у меня вдруг возник побуждение нарисовать все ритм, про которые я прочитал в Википедии. Вот. То есть... В Москве же много лет? Насколько я знаю, их сто шкур, около ста штук. Про это будет чуть позже, да. Это шкур будет ручей, наверное. Вот. Я просто, кстати, такая была, сто ручьев ручьев в Москве. Да, это, наверное, очень древняя статья, да. Вот. Ну и как рисовать реки Москвы? Начинаем. Пункт один. Река Москва. Ну, заходим. Она, в принципе, уже достаточно отрисована, но оказалось, что отрисована не идеальна. Там на ней не было множества важных тегов. Вот. Ну, не важно. Река Москва есть. Переходим к пункту два. Но тут проблема. А где вообще брать все эти названия рек и как это все рисовать? Даже если рек 100, то как подходить к такой задаче? Ну, я начинал много гуглить. Тоткнулся на сайт Александра, забыл как, Александра Деревянского, по-моему. Который он начинал с того, что в ток-шоу в 98-м году он с телевизора услышал вопрос. Назовите 20 речек Москвы. И он начал думать. Ну, Москва, Ярус, Исходня, Финка. Ну, вот ходынка, мы сейчас слышим. Ну, 20 набрать довольно сложно. Вот. Что же делать? Вот. Человек понял, что этот пробел нужно закрывать. И неожиданно, что называется, угорел по этой теме. То есть он открыл сайт. И он начал методично обходить все малые реки Москвы и делать их фотографии. Вот. То есть это вот та самая река Чура, с которой я начал. Вот. То есть у него есть сайт, в котором он в течение 9 лет обошел там полсотни речек, наверное. И везде с отчетами, с фотографиями. Очень крутой. А подземный он тоже заходил. Нет, он не что называется не диггер. Он в основном речки, которые текут поверхности, проходил. Вот. Так что еще один человек, который тоже зацепил тема рек Москвы. И вот я, видимо, второй такой. Вот. Но поскольку я из OpenStreetMap, то у меня главная задача рисовать все речи в OpenStreetMap. Вот. И начнем с основ. Как рисуются реки OpenStreetMap. Есть два замечательных тега. Река и ручей. Это не официальная деревья. На самом деле люди выбирают произвольно, что обзначается рекой, что ручьем. Потому что в России очень часто на табличке написано река. А смотришь, там 30 сантиметров такой ручьет течет. Ну, может, это и стоп был. Возможно, да. Вот. И обратное тоже верно. Что может быть ручей, а куда-то не перейдешь. Вот. Ну, суть в том, что вот два этих тега почти целиком покрывают все водотоки, которые могут быть. Вот. Ну, и название реки или ручей, их item name. Вот. Также и дополнительные теги. Item альтернативное и lock name. То, как называют местные. Например, река Вонючка. Это не официальное название, но местное название для одной реки в Зеленограде. Все. Вы знаете, как включать реки OpenStreetMap. Собственно, больше ничего особо знать не надо. Вот. Дальше, значит, как рисовать надземные реки? Берете, подключаете спутники или снимки. Я включил сразу два, потому что в разных пустогородах разные качества. Вот. И качаете реки, чтобы и дорисовывать. Потому что... Почему я буду чуть позже? То есть, вы видите, я скачал данные, но не все, а только реки. Вот. Это очень... Здесь это вот, что не забывайте подключение с ним, подключение с ним, то... Вот. Очень такая крутая штука, про которую очень мало по-русски информации, под очень мало имею в виду ноль. Называется SparseVity. Такое... Редактирование объектов, которые... Ну, не всей карты, а отдельных объектов. Например, когда вы хотите отметить автобусный маршрут, который проходит через пол Москвы, то пол Москвы вы просто так не скачаете в редактор. Там будет сотни мегабайт данных, и у вас все упадет, и сервер вам просто их не отдаст. Вот. Но с помощью Overpass можно скачать только автомобильные дороги и автобусные остановки. Это не очень много данных, и вы сразу сможете сделать то, что хотите. Точно так же я взял и скачал все реки, ручьи и озера. И с этими данными уже работали. Зачем я качал все реки, ручьи и озера, а не просто рисовал пассивниками? Потому что нужно помнить про главное свойство водотока. Как вы думаете, какое главное свойство... И вот вниз, по таргику. Просто по таргику. Ну, да, я слышу правильные ответы. Главное свойство то, что они куда-нибудь впадают. Они не текут из точки А в точке Г, они текут из точки А в какую-нибудь другую реку или ручей, и в конце моря. Реки, которые текут из точки А в точку Г, это, например, Карасу, Новосибирская область, она просто кончается. Да, окей. В Москве... А есть реки, которым не дают куда сходить. Вот она в спираль, да, Азербайджан. Да, ну, хорошо, мы сейчас про Москву. Я понимаю, что иная реки уходит просто в песок, и появляется там через 30 километров в другом виде. В Москве все реки куда-нибудь впадают. То есть в конечном итоге они все впадают в Москву-реку, понятно. Вот, поэтому должна быть связанность. То есть от любой линии с тегом река или ручей можно по направлению движения проследить, как она идет в Москву-реку и дальше. Вот, а для этого нужно соединять линии с теми, что уже есть на карте. Для этого нужно скачать то, что уже есть. Вот, в общем, все это скачал, и, наконец-то, можно обрисовывать. Вот, пока я обрисовывал, а я это сделал больше месяца, я получил полезный скилл чтения ручьев по спутникам с тимком. Потому что при лесах их совершенно невозможно понять. Вот, но когда перед экраном проводишь десятки часов, то начинаешь видеть. Ох, я вижу ручьи. Ты так обрисовываешься. Ну, я думаю, что вы видите, есть примерно всяк. Это не ручей, это река. Заметно, да, ведь? Да. Здесь и вот просики чуть видно. А там, где это вот река Будайка. А где это район происходит? Это, по-моему, 80. Как грубо. Извините. Вот, но, конечно, накладки тоже случаются. То есть, вот, есть Комоножская речка. И я смотрю, там, в источнике написано, что усть ручья, который у него впадает, 260 метров севернее кольцевой дороги. Я считал кольцевой дороги 260 метров и нарисовал. Вот, ну, здесь по лесу примерно читается что-то. Повторите, можно? Да. А вот, как все читается. Ну, это не это? Нет, нет, это я спрятал данные. Фото-тень, вот. Это я спрятал данные из опыт стритмера. Сейчас я покажу на следующем слайде. Я плохо их спрятал. Вот. Это стритмер не речка. Сейчас вам покажу. То есть, суть в том, что я нарисовал, ну, прочитал цвет там и успокоился. А потом мне пишут в личку, что кажется, ты немного не там нарисовал. Я там был и там никаких рычек нет. Вот. Я подгрузил данные опыт стритмер целиком. И обнаружил, что там нарисован овраг такой большой. Видите? Вот эта грязица оврага. И понятно, что это сделано не так. Потому что здесь все реки действительно текут в оврагах. И надо было умереть чуть-чуть севернее. Там просто было шутки лесочек. Вот. Ну, я перерисовал. То есть, это я не изоопритетный. Вот. Насчет... Очень много рычьев уже было нарисовано опыт стритмера, по словам надземности. На этих верхних рычах стоят иностранные теги. Например, запрет для движения лодок и моторных лодок. Вот. То есть, официально это... Может быть, официальный запрет, но иногда ставят и на рейкинг, который просто не пролезет. Вот. Ну, окей, как бы запрет лодок, но зачем он ставит на ручьи, мне не очень понятно. Вот. Ну, бывает. Но зачем ставят на ручьи, которые тягут с туннеля? Это мне вдвоем не понятно. Вот. Кстати, насчет туннелей. Рейк в второй секунде... Рейк в второй секунде... Да? Да и же сутокодные туннели. Не в Москве. Да. Туннели обозначаются очень просто. То есть, желательно сказать, что калверт — это труба. Вот. И лерн-1, чтобы ни с чем не пересекаться. Вот. Все. Вы теперь знаете, как писать реки под землей. Вот. Теперь переходим к спутниковым снимкам. Где есть подземные реки? Здесь Крым. Очевидно, это невозможно. Нет, смещение вот в дому, вверху, как раз. А вот Крыма стоят. Крыма стоят. Мне кажется, что это свойство спутниковых снимков. Сто процентно вероятно. Из-за реки сместились, как бы. Я бы не снялся. Я бы уверен, что здесь река, а не там. Жив, будут реновать все-таки. Ну да. Реновация пройдет, все вплывет. На самом деле, по домам их тоже можно определить, потому что по-моему рисуют. Зависит от того, когда строили дома. Вот. Так вот, главный источник для подземных рек — это тексты. Это векиснедия. То есть вот описание, как шла река коровья враг. Враг — это не потому что враг. Все это написано, что это вариант слова враг. То есть здесь написано, что подтекает домкард по поверхности, читается на снимках, а после мкард уходит подземный коллектор и вдоль таких туристичек. То есть подключаем к джосам слой OpenStreetMap, где названия вывездано. И вот все эти названия, вот они на карте, то есть можно сориентироваться и примерно провести ручку этой речки, как они читают коллекторы. Вот. То есть, да, понятно, что точность рисования надземных речек по снимкам получается там метров 10, точность рисования подземных — метров 100, наверное. Вот. И если вы планируете маршрут по подземным речкам, то вас навигатор, скорее всего, подведет. Да, но точность 100 метров — это лучше, чем точность 10 километров, так что я решил, что их стоит нарисовать. Вот. Плюс я нашел схему или карту, не знаю, гидрографии Москвы, на которых некоторые речки были отлично. Вот, и подложил ее в джосам. То есть финальный список слоев у меня выглядит примерно так. OpenStreetMap для поиска улиц, вот эта гидрография для примерного русла подземных речек, потому что карта, когда он дипа не точная, но направление понятное. Вот. Снимки и реки перерисую. Вот. Плюс важные два тега в Википедии и Викидата. То есть, чтобы связать его пострекнем с Викидатой из Википедии, нужно простоять два тега. Вот. И есть замечательный плагин, который по кардинатам получает все википедийные статьи, а если нет, то их будет проявлено. Вот. То есть у всех сейчас рек и ручьев в Москве, для которых есть статьи в Википедии, про самую судьбу отель. Вот. Так рисовать ручьи. Откуда их рисовать? То есть, понятно. Ну, сначала я, конечно же, как я сказал, я начал с Википедии. Потому что там, на самом деле, довольно подробный материал. И там есть отличный длинный-длинный список рек, ручьев и озер Московской области. Ой, города Москвы. Вот. Начинается с Москвы-Яуза и дальше по Алтавито. Вот. Но есть две проблемы. Во-первых, вы видите очень много красных ссылок, где никакой информации. Во-вторых, я, как бы, с чего начинал? Взял реку Москву и решил просто по притокам идти. И последовательно все рисовать. А притоков в пределах города Москвы там всего 7 обозначено. Это как-то несерьезно. То есть никаких подземных, там никаких мелких. И делать, что непонятно. Тут-то я и приуныл, но оказалось, что почти для всех статей Википедии про московские речки источник указан один. Это сайт «Малые реки Москвы». Лариса забыл фамилию. Этот сайт интересен тем, что он уже 4 года как умер. То есть если вы на нее зайдете, вас перенаправят на несуществующую страницу. Нужно очень хитро вытаскивать эти ссылки. Но я смог. И здесь, опять же, очень длинный список. Очень-очень длинный список ссылок, которые все работают. И по ссылке на каждую вы получите фрагменты карт и описание, как он течет, дополнительные ссылки. То есть очень крутой, то есть полноценный сайт. И, наверное, единственный такой полный интернет про «Малые реки». Плюс на нем есть вот эта карта географической сети, которую я подложил в Джоссе. Это составлено Максимовичем, фамилия, которая учится подиспьет. Ну, здесь некоторые реки подписаны. То есть смысла названия так сюда и особо нет, но здесь, по крайней мере, видно, как что течет. Вот. И значительно более полезная штука. это перечень всех водотоков города Москвы. И вот, если присмотреться, здесь их 201 штука. То есть рек, ручьев, оврагов и прочего в Москве порядка 200 штук. Вот. То есть это вот такая схема с примерным обозначением, где что находится. И длинный-длинный список. Это его начало, всего, понятно, 200. То есть что я сделал? Я его оформил, сразу распечатал. И вот это, короче, будет мой план отрисовки всех рек. Я прямо с пункта 1 в Клязьму и пошел рисовать Клязьму. Добавлять отсутствующие википедийные теги. На реке Москвы не было википедийных тегов. В Сангрии. Теперь все есть. И так с пункта 1 я начал работать. Хороший источник. Можно понять, где что находится. Какие еще есть источники? Для подземных рек. Два основа. Нет, нет. Вот. Все хуже. Какие-то пиздец. Идя и есть. Вот. Срава вспоминается диггера. Диггеры же постоянно ходят по этим туннелям. И фотографируют, и протоколируют, как что идет. На практике казалось, что диггеры не очень любят делиться входами и координатами. Просто очень любят фотографировать. Но фотографии у них поразительно однообразны. Это туннель и вода по ним течет. Какую речь ты не возьми, туннель и вода. Вот. Ну, как бы отлично. Ну, что с этим делать, честно говоря, не очень понятно. Туннель и вода. Вот. Поэтому источник диггер – источник так себе. За исключением некоторых самых ответственных диггеров, которые не знают, что нужно прятать свои точки входа и выхода, и отмечают на картах люки, через которые они забираются и вылазят. И по этим люкам можно отследить, как течет подземная река. Вот. То есть пара речек в Москве, нарисованные по люкам, там, стоящихся в 5 метров. Очень хорошо. Но, к сожалению, только пара. На самом деле, с подземными реками вообще засада, потому что бывает, что вот течет река над землей, например, лихоборка. Ну, отлично обкласса, там, и отлично видно, там, без лесов, по равнине течет, широкая. А потом идешь в отчет диггеров и видишь, что рядом с ней проложены еще два коллектора параллельно, в которых течет основной поток этой реки. И непонятно, как вообще рисовать. Рисовать еще параллельно один, или не рисовать, или рисовать два. Причем один из двух параллельных протоков, наверное, засыхает, в большей части времени он сухой. Вот. Все очень сложно. Вот. Так прямо выглядит мой план в середине рисования. То есть видно, я просто либо зачеркнул, то, что рисованное, либо писал, почему не нарисовал. Типа, засох, или найдешь там. Вот. И я сделал примерно две трети, добрался до правого берега Москвы реки, там, Засходий. И сайт малых рек Москвы начал меня разочаровывать. Это та же самая страница, если привлечься к описанию, здесь не написано, как идет Бескудиковский речей. То есть непонятно, как его рисовать. Ну, левый поток их оборки, вот я делал рисовать. И чем дальше влез, тем больше таких описаний, которые не характеризуют, где речь идет. Поэтому копаем еще дальше. Ищем источник для сайта малой реки Москвы. Вот. И этим источником оказался отличный труп Юрия Насиловича «Реки, озер и пруды Москвы». Это правительственный человек, который написал очень много разных книг, но почему-то их не издал. Материал для этой книги он собирал там, не знаю, 50 лет, наверное, как можно посмотреть вступление. Вот. И она присутствует только в виде текста на его сайте. К сожалению, еще не публикован. Вот. Это темик 2009 года. И здесь он, по сути, собрал по куче источников информацию обо всех водотоках, прудах, родниках и всем в пределах территории Москвы. Здесь хорошо терроризовано, то есть левый берег, правый берег, там бассейн взялся, бассейн спорный и так далее. Вот. И очень подробные материалы. Он собрал все варианты названий, то есть для некоторых там протоков есть 4-5 вариантов по разным материалам и местный. Вот. Где я не нашел название, там предположим какие-то авторские, что, конечно, странно, но лучше, чтобы можно было как-то называть, а то идешь там, собираешься с двором, защитим там пруд от обсушивания там и застройки. А какой пруд, непонятно. Вот. Есть авторские названия. Вот. Ну, авторские названия я очень осторожно писал о катоках с их мэп, чаще не писал, чем писал, потому что это все-таки уже как-то оригинальные исследования, а не ребята источники. Вот. Но этот материал позволил мне дойти до самого конца. То есть я просто посредственно шел по его статьям и смотрел до всего описания и продолжал рисовать, рисовать эти реки и ручьи. Вот. И, наконец, 7 мая я все равно закончил. Я дошел до строчки номер 201. А к тому моменту я тоже много позадобался, потому что кажется, что список из 200 рек и ручьев, он не полный. Потому что реально в Москве река Ручьев порядка не меньше 250. Вот. То есть у меня уже я отрисовывал вещи, которых не было в том списке, но нельзя пропустить просто. Вот. И по уму нужно было вернуться в начало, и поэтому справочнику все, как бы еще, что я там пропустил, дорисовать. Вот. Но у меня хватило только до левого берега до Яуза. Но тем не менее тоже там было, что улучшится. Вот. То есть, пожалуй, пора показать, что в итоге получилось. Показывать это лучше, наверное, вживую. Сейчас. Так, 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 реки-реки-реки. Полный экран. Сейчас он будет качать 7 мегабайт данных. Вот. Я все это проверял через тот же самый Орпас Турб, который очень легко настроить под свои нужды. Например, раскрасить реки по признаку, идут они над землей или под землей. И вот вы видите реки Москвы. Ой. Черный и синий. Короче, синий это то, что над землей, черный это то, что под землей. То есть вы видите, что в центре города. О, здесь же есть. Да, в центре города все основоподземное. Здесь и здесь. Вот. А на окраинах, особенно на юге, очень много наземных источников. Вот. Некоторые обрывки есть. Например, вот этот вот Коломиевский ручей, Рудлевский. Вот. Для него просто нет источника, где он именно впадает. То есть я мерзал так далеко, как смог, но до конца или никак не саразно. Вот. Ну, в целом здесь все более-менее связано. Вот. То есть можно сказать, что сейчас в OpenStreetMap'е единственное, более-менее полное собрание всех платоков. А почему у вас тут получился с этой узнавшей водой? В Химкинском, где шаранинке? А вот здесь Химка идет. А это что? Да. Значит, Химка идет вот так и вот так. Но здесь стоит плотина, которая не пропускает воду. То есть там она собирает какие-то другие источники. Вот. А соединено здесь. Это Лихоборский канал. То есть это переправится водой в Лихоборку и дальше Яуза. То есть Яуза такая полноводная, потому что часть воды идет из реки Химкин. Вот. Вообще из этой карты очень много всего можно узнать. Например, то, что где бы вы ни жили, скорее всего вы живете в одном-двух кварталах от какой-нибудь реки. Другая про, что она может быть по этой земле. Вот здесь вот у меня, по-моему, был отрессован кусок плесни подземной, идущий от Солёвского ориентировочного от КФК, мимо моего дома. Я его не видел, да. Я хотел все реки, которые... Это, кстати, смех-смех, но вот это вот тот кусок, на который у меня есть GPS-крэк. Потому что я когда-то лазил в коллектор пресни там, и... Ну, ради шутки я пытался там поймать треки время от времени, находя... Ну, я прошел его где-то... Тут, наверное, вот отсюда, дальше он совсем ротоходный. И... И... До, до, до... И вот вот отсюда, наверное. Да. Как видишь, я пресними встал вот так, что височек написано, что ушло так. То есть точно были озера в Петровском парке, которые были везет. Здесь соединения. Вот. У меня там еще есть несколько притоков. Ну, по-моему, разу, да. Просто я когда шел по пути, я там кое-где смог вытащить на импровизированном штативе телефона, или трекер, трекер, по-моему, был, из конвенционной решетки, понимаете, спутники, у меня есть такой очень рваный трек. Нам нужно больше не видеть тебя. Как она туда идет? Ну, это было очень забавно. Да. 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 Да, на четвертом месте. Вот. Ну, пока Дима идет, в общем, вот мы примерно здесь. То есть, как видите, мы рядом с двумя речками, с Ходинкой и с Пресней. А есть фото до и после? Я, к сожалению, забыл его сделать. Ну, здесь как-то хитрым образом можно, но их было значительно меньше. То есть, их было штук 50, наверное, сейчас вот он буксал. А что нужно? Я знаю, я знал сибирский. Я потопал. Нет, в Новосибирске не буду показывать. Как груза. Ну, давай потом про Новосибирский, русский, про Москву рассказать. Причите, я по основе нарисовал такую же реку, которая... А где медоклад сделали? Каменка. Там, ну, Илья проделал большую работу. Ну, короче, на топо-основе все точно до метра. Здесь нарисовано, где трассировка труб, где-нибудь закопать. Если кто-то достанет топо-основу, вам будет проще. Чико достанет. Вот. Так что, как я сказал, вы, скорее всего, живете рядом с рекой. И теперь полкосрепнот вы можете даже знать, как ее зовут. Вот. И видны разные особенности рельефа. Например, видите, вот здесь вот все реки так как будто стекают с этой возвышенности. Это так называемая Теплоостанская возвышенность. Вот здесь вот внизу самая высокая точка города Москвы, 255 метров. Вот. И здесь, говорят, начало аж три или четыре больших реки. Вот. Ну, и здесь, опять же, все снести как. Вот. Ну, все текут довольно странно. То есть, вот здесь, если посмотреть, река Филька, она течет ровно по Филевской линии метро. То есть, эта линия находится в углублении. Если вы там выходили, то, конечно, все увидели. Вот. И вот она прямо под ней коллектор идет с этой рекой. Это наоборот. Это не река течет по Филевской линии метро, а метро идет по речению. Да, все так, да. Вот. Что еще? Топонимы на поверхности, разумеется, отражают название водотока. То есть, трехпрудная улица. Там ничего вокруг нет, но вы можете знать, что когда-то там рядом было действительно три пруда. Краснопресенская набережная, разумеется, еще там, где река Пресен впадает в Москву. Там же стоит, кстати, Пресенский мост, который уже ни через что не мост, но он остался, хотя реку перенаправили в коллектор. Кажется, один из немногих случаев Москвы, когда мост остался, реку убрали. Кузнецкий. Вот, да, Кузнецкий, самотечная эстакада над рекой Самотекой и так далее, и так далее. Очень много примеров, даже бывает вообще, питальный пример, типа Золоторожский овраг. Ну, ручей длиной 2 километра, полностью убран по землю, а там, где он течет, там все называется Золоторожским. Там три Золоторожских проезда, переулок, набережная, мост, еще там проспект и так далее. То есть, топонимы очень хорошо отражают всю биографию Москвы. Вот, 20 рек я, разумеется, называл по памяти, вот, но пока я рисовал, были довольно странные названия, типа Вонючки, Таракановки, Язвинки, Река Кукуй, Река Лось и ее приток Лосенок. Всякие там пометные вражек, черная грязь, ручьи каменные заразы, ручьи проклятого места в Москве есть. Ну, там всякие кровянка, кладбищенские ручьи, там, все такое. Вот, то есть, среди 200 названий можно найти много интересного. Вот, ну и, собственно, какая была цель нарисовать все реки. То есть, я не знаю, наверное, сделать эту красивую картинку и отправлю в The Village. И все, я, так сказать, дальше вправлю по письмам некоторые ошибки. До сих пор люди находят ошибки в этой системе, в системе, что неудивительно. Вот, ну, в целом, проект закончен, вот, можно использовать цель. Отправь картинку в Википедию. Может быть. Ну, отрендарь ее с вами вилородом, потому что там подписи красивые работают. Вот. Ну, скорее всего, в течение пары недель превращают доклад в статью. И там же будут и картинки, и можно будет в Википедии. Вот. Примерно так. Теперь вопросы. Какой процент полевой работы, если в часах? Полевой работы у меня было ноль. Всю полевую работу для меня сделали Юрий Насимович, Александр Деревянский. Может, их там и нет на местности? Вполне вероятно. То есть, как и все OpenStreetMap, я нарисовал основу, а дальше нужно уточнять уже по данным с места. В SM когда это появилось? Оно уже. Вот то, что я запустил, это скачались данные из OpenStreetMap. Ну вот, не смотрели, сейчас ничего нет. Не каждая подложка отражает... Во-первых, не каждая подложка обновляется. Нет, у нас есть SM Room. Зависит от слоя. Если Mapsurfer, то он еще не успел обновиться. Ну, не видя. Что успел. Потом подземные реки, они не всегда видны за домами, за дорогами, за всем. То есть, нужно вглядываться, но все есть. Вот. То есть, лучше пользуются специализированные рендеры. Такие как WordPass, такие как Flav.io и так далее. Источники, которыми ты пользовался, никакие годы? Насимович закончил работу в 2009 году. Сайт с малыми реками Москвы с 2002 до 2013. Ну, в целом, они компилируют источники от 1963 до 2009. Ну, то есть, скорее всего, нет уже там. Каких-то рек нет, но я смотрел, обычно в справочнике Генасимовича написано, что нынче полностью там закопан. Но очень немного... Дело в том, что очень немного ручьев полностью засыпано. То есть, разумеется, можно засыпать ручей, но тогда вы получите болото. Вот. Поэтому будучи, что ручьев просто перенаправлены в коллекторы. Вот. Это либо коллектор специально для ручья построенный, который примерно по тому же русло, либо коллекторная сеть общая. Тогда русло найти сложно. Вот. И я-то обычно запротоколировал. То есть, ручей Вавилон, например, я очень долго его искал, несколько дней, но он ищет без остатка. То есть, он растворился в коллекторной сети. Илья, ты обходил что-то лично? Нет. Ну, я совершенно неожиданно нашел исток ходинки в Тимирайском парке, но... И я немного прошел вдоль речки Жабенки. Но в целом нет и не обходил, а пользовался фотографиями и отчетами других людей, которые обычно. А есть какие-то, остались ли неизведанные территории, где можно найти новую речку? И все покрыто уже. Я думаю, не будет курить цифру. В парках под деревьями многих ручьев просто не видно, будет там хоть трижды опытный человек. Вот. То есть, их нужно все уточнять. Возможно, я что-то набрал, пытаясь определить ручьи в парках, как я уже показал с Юго-Москвы. Вот. Подземных, новых вы, скорее всего, не найдете. Это если наденется костюм-фим-защита, и включитесь в GPS-навиатр. В первую дологу. А так здесь все достаточно полно, особенно в иноземных. Ну, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ